Я могу не прощать, потому что во мне есть прощение от Бога, то есть я это... Потому что я верю, что то призвание, которое Бог даровал народу, Бог никогда не отменял. Об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам. Дары и призвания не подлежат пересмотру. Салом, друзья! Меня зовут Даниэль Ланда. Я уже много лет живу на юге Израиля. Есть небольшой такой город Арад. И город расположен посреди пустыни Негев. Вот я сейчас стою как раз в этой пустыне, для того, чтобы для вас было более наглядно понять, что такое израильские пустыни, в отличие от тех пустынь, о которых вы себе, может быть, имели представление. И уже 27 марта многие-многие-многие из нас будут сидеть за праздничным столом. Сегодня мы будем входить в праздник Песох. Потому что это праздник, который отмечается не один день, а отмечается в течение 7 дней. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, что такое праздник Песох, насколько он важен для нас, и как родился вообще этот праздник, и кто автор этого праздника. Для того, чтобы разобраться, мы откроем вместе с вами первую книгу «Берешит» или «Бытие» и прочитаем в 15 главе с 13 по 16 стих в следующие места. «И сказал Всевышний Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народами, у которых они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погреблен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Амариев доселе еще не наполнилась». Вот удивительно, Всевышний говорит Аврааму о том, что потомки его будут пришельцами. Он не говорит о просто какой-то небольшой группе людей, он говорит о том, что было сказано раньше, что он произведет от Авраама народ, и произведут и народы, и в том числе народ Израиля, который также вышел из чресел Авраама. И в дальнейшем мы с вами знаем историю семьи Авраама, семьи Исаака и семьи Якова, когда был голод в земле Хананской, то семья Якова в полном составе, за исключением одного сына, который уже находился в Египте, они вошли в Египет. И войти в Египет или прийти в Египет, это значит спуститься, потому что Египет расположен в низине реки Нил. Поэтому народ, вот семья Якова, она спустилась, она пришла, и она находилась в Египте, где каждый из сынов имел свою семью, и за 400 лет эта семья превратилась в многочисленный народ. очень многочисленный народ, о котором египтяне говорили, что этот народ, он может стать больше нас, они могут нас поработить, поэтому они поработили. Но удивительным образом, я хочу еще раз вернуться к тому, что Всевышний говорил к Аврааму, что они будут пришельцами в земле чужой, не своей, что их поработят, и что они выйдут с большим имуществом. То есть, во всем том, что должно было случиться с потомками Авраама, был один большой плюс, что они выйдут с большим имуществом. То есть, сначала они будут в порабощении, но они выйдут с большим имуществом. И это говорил Всевышний Аврааму. И прошло время, прошло 430 лет, все это время потомки Авраама находились в Египте, и они очень сильно размножились. Но что интересно, что Всевышний определяет времена и сроки. И когда пришло это время, в истории народа появился Маше, которого Бог призвал для того, чтобы он стал лидером, лидером этого народа, и через него и он обращался к фараону. И что интересно в празднике Песах? В празднике Песах интересно то, что в Торе есть подробнейшее описание, и это находится во второй книге Торы, в исход, или шмот, 12 глава, практически с первого по последний стих, это полное описание того постановления, которое Всевышний говорит к Маше, к Арону и ко всему народу, чтобы они исполнили праздник, который станет праздником освобождения. И также он говорит о том, что это должно быть в роды ваше. И чтобы не быть голословным, я приведу пример. И он говорит, это 12 глава, 36 стих. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они отдавали ему, и обобрали они египтян. И отправились цены Израилю до 600 тысяч мужчин и множество разноплеменных вышли мелким и крупным скотом, весьма большое. Это исполнение того обетования, что Бог говорил к Аврааму, что этот, что потомки Авраама выйдут с большим-большим имуществом. Но с 1 по 26 стих есть подробное описание того, как нужно праздновать праздник Песох. Почему этот праздник празднуется таким образом? Почему его нельзя праздновать иначе? Нельзя ничего придумать или ничего отнять, потому что Всевышний дал это в своем слове. Если он это сказал, то это должно быть исполнено. И очень интересно, что он говорил именно в земле египетской пусть этот месяц будет у вас начало месяцев. Если вы знаете, что в Израиле мы живем и по лунному календарю, и мы отмечаем праздник Рошашана, начало года, но месяц Ниссан. В Торе сказано, что это первый месяц среди всех месяцев. И скажи всему обществу Израилю десятые дней всего месяца пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семье, по Агнцу по семейству. А если семейство так мало, что не ест Агнца, то пусть возьмет соседом своим ближайшим к дому своему по числу душ по той мере сколько каждый съест расчистите Агнца. И дальше пишется, что не просто нужно взять козленка или ягненка, но есть определенные критерии, которые Всевышний говорит к Маше и Аврааму, что Агнец должен быть у вас без порока мужского пола однолетний, возьмите его от овец или от коз. Что важно? Нам всегда нравится, когда мы видим, допустим, какое-то животное красивое, чистое, и оно в какой-то степени может быть олицетворять чистоту, но важно не только это понять, важно понять, что Бог говорит, вы возьмите и пусть это будет вместе с вами. И вот представьте, четыре дня это животное живет вместе с вами в доме. потом есть следующее требование, которое Всевышний говорит к народу, что пусть он будет храниться у вас до 14 дня этого месяца, тогда пусть заколет его все собрание вечером. ну и дальше описывается, что должно быть. Но очень важным моментом является то, что Всевышний говорит, пусть возьмут кровь от этого агнца и помажут косяки перекладины дома. То есть не случайно Всевышний говорит о том, что эта жертва должна быть мужского пола, не случайно он говорит о том, что должна быть без пятна и порока, и он говорит еще о том, что важно помнить, что эта кровь является заместительной жертвой, что это кровь, которая является, то есть убиение или заколание этого агнца, она приносится в жертву вместо тех людей, которые находятся внутри помещения, внутри здания, внутри дома, что они должны будут взять эту кровь и помазать перекладину. Для чего? Всевышний говорит, что ангел-губитель пройдет по стране и тот дом, который он не увидит, где будет кровь на косяках и на перекладине, в тот дом придет смерть. Так случилось с первенцами египтян от скота до человеков. И Тора говорит о том, что вопль стоял такой сильный, которого не было до и не было после. Потому что одномоментно во всех египетских домах, во всех овчарнях умерли первенцы. Такого не было до, не было после. Что важно, свобода не дается просто так. для того, чтобы народ вышел из рабства, из рабства физического, в котором он находился в тот момент, должна была принестись жертва, многочисленные жертвы. И Всевышний избрал самое безобидное животное. Он избрал ягненка для того, чтобы это стало жертвой. Жертвой за искупление из рабства народа. И действительно, ночь, в которую ангел-губитель прошел по Египту, в эту же ночь, когда согласно тому постановлению, о котором говорится в 12 главе книги Исход, народ Израиля находился в своих домах, и не просто находился, он ел с поспешенством, он преломлял мацу, потому что не было времени для того, чтобы поднялось тесто, и они были готовы для выхода. Что здесь очень важно? Народ ничего не предпринял для того, чтобы сделать себя свободным. Не было ни восстаний, не было никаких недовольств, ничего не было. Пришло время, и Всевышний пришел, и сказал, пришло время, и я выведу народ мой. И в одну ночь рабы стали свободными. В одну ночь потомки Авраама стали называться народом. Ибо когда они вышли, Тора говорит, что о них уже как о народе Израиля. Не просто потомки Авраама, но народ Израиля. И очень интересное место, в этой же двенадцатой главе. В двадцать пятом стихе Всевышний говорит, обращаясь к Маше и Аарону, говорит о будущем. Когда войдете в землю, которую Всевышний даст вам, как он говорил, соблюдайте это собрание, служение. И когда скажут вам ваши дети, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Всевышнему, который прошел мимо домов сынов Израиля в Египте, когда поражал египтян. И дома наши избавил, и преклонится народ, и поклонится. И интересно, что в этой же главе Всевышний говорит следующее. Это постановление вечное. Хочу предложить вам подумать о том, если Бог сказал однажды, что постановление вечное, может ли человек отменить или изменить сказанное Всевышним? Лично я убежден, что нет. Потому что, во-первых, что Бог выступает во время казни, которые пришли на Египет, Он выступает как Бог рабов. то есть Он выступает как тот, кто защищает самых униженных и оскорбленных. И все идолы Египта были посрамлены. Ничто не смогло сравниться ни по силе, по мощи, по величию с тем, кто является на самом деле творцом неба и земли. И Его любовь, Его обетование, Его Слово, которое Он однажды сказал о Своем народе, оно остается неизменной на протяжении всех этих веков и тысячелетий. Если Он сказал, то так оно и будет. Если Он сказал, что ничто не может изменить Моего Слова, то никто и ничто не может изменить Его Слово. Если Он сказал, я выведу, то я выведу. И вот это место в 25 стих 12 главы очень интересно тем, что Он говорит, когда войдете, то есть Он говорит о будущем времени, как о настоящем, что когда вы войдете, то есть нельзя подумать о том, что войдете, может быть войдете, может не войдете, может быть как-то будет боком, как-то ползком, нет, Он сказал, когда вы войдете. Это утвердительная форма, что вы обязательно в нее войдете. Он не говорит о времени, но он говорит, обязательно вы войдете. И когда вы войдете, вы будете обязаны праздновать этот праздник. Потому что это праздник номер один в Израиле. Это праздник среди праздников. Потому что с него начинается три праздника паломничества. Шалошир Галим это Песах, Шавот и Сукот. Но именно Песах. Потому что мы были в Египте рабами. И Бог, не человек, не Маше, не Арон, но Бог сделал нас свободными. Мы находились в рабстве. И это было решение Всевышнего, когда исполнилось время вывести нас из египетского рабства. Это Он так решил. Это Он принимал решение. Это Он исполнял его таким образом, каким Он это хотел сделать. И важно помнить, что постановление, как Он говорит, постановление вечное. То есть у Него есть начало, но нету окончания. Я думаю, что пока существует Земля, пока существует этот мир, пока существуют евреи, мы будем праздновать праздник Песах. И это очень важно. Это очень важно, потому что на самом деле это очень удивительный праздник. все атрибуты пасхального седора, они имеют очень сильное духовное значение, потому что это важно. Важно помнить, что все, что Бог заповедует, делает, Он говорит для определенных целей. С определенными намерениями и определенными целями. и когда мы, сидя за столом, берем горькие, едим горькие травы, мы вспоминаем о том, что мы были рабами. Мы берем так, чтобы можно было заплакать, чтобы появились слезы с нашего лица. Почему? Мы действительно были рабами. И нету нашей заслуги в том, что мы себя освободили из рабства, потому что Он это сделал. Мы преломляем мацу, потому что это не только хлеб бедности, но это хлеб, который можно было приготовить без дрожжей. Есть интересный еще момент во всем этом, что когда мы преломляем среднюю мацу, как афекоман, о ком-то это нам говорит. И важно помнить, что у Бога не бывает ничего просто так. У Него всегда есть продолжение того, чего Он хочет. Я хочу просто для вас, чтобы мы с вами вместе запомнили 12 глава, 24 стих. Храните это как закон для себя, для сынов своих навеки. мне лично нравится, что участвуя в празднике Песах, мне не нужно думать о том, буду ли его праздновать в следующем году. Если бы озволит Всевышний и буду жив, конечно буду. Почему? Это постановление вечное. И где бы мы ни находились здесь в Израиле, где бы мы ни находились в Европе, в Америке, в Австралии, где бы мы ни находились мы евреи, мы будем праздновать этот праздник. Удивительным является тот момент, что есть параллель в праздновании праздника Песах, как выход из египетского рабства. И в свое время, когда в Израиле родился Маши Хешуа, И ангел пришел к отцу и сказал, что ты встань и иди. И во второй главе Матфея написано, что в пятнадцатом стихе, что Иосиф с семьей находился до смерти Ирода. Да будет реченое Всевышним через пророка, говорит, из Египта возвал я сына моего. Это Осия, одиннадцатая глава, первый стих. Очень интересно это место, это как параллель. Выход народа Израиля из Египта. Еще очень важно то, что выйдя из Египта, народ Израиля совершил Алию. Они поднялись, из низины они поднялись на возвышенность. Это называется совершить Алию. Когда мы приезжаем в Иерусалим, мы совершаем тем самым Алию, потому что город находится на горе. И мы поднимаемся в Иерусалим и совершаем Алию. И вот народ Израиля совершил Алию. Еще был маленьким и отец с семьей пришел в Египет, находился там, и потом они вышли. Это так же как прообраз того, что вышел народ из Египта, но важно еще другое, что в отличие от животных, в свое время Ешуа принес себя на кресте. Он знал, для чего он пришел в этот мир. Он знал, что он должен совершить. Он знал, каким будет его финал. И он знал, что это единственный путь, по которому ему надлежит пройти, дабы мы, живущие и сегодня в том числе, имели свободу, имели радость, имели надежду и имели жизнь вечную. Потому что выйдя из рабства греха, ты имеешь эту свободу. Выйдя из физического рабства, человек прожив определенный свой период жизни, он уходит в вечность, он умирает. Но в вечности где мы будем? Поэтому когда мы рассматриваем все то, что было в пасхальном седаре, это как невидимая нить, которую Всевышний вложил в атрибутики и в празднование Песоха, как проекция будущего того, что Ешуа и Амнистия будет явлен миру, что он будет этим пасхальным агнцем, и он совершит то, ради чего он пришел в эту жизнь. И удивительно еще тот момент о том, что в одной главе Бог дважды говорит о том, что постановление вечное. Я говорил об этом, есть это написано в 25 стихе, в 24 стихе, простите, исход 12 глава и в 14 стих. И да будет вам этот день памятен, и празднуйте этот праздник Всевышнему во все роды ваши, как установления вечные, празднуйте его. И дальше есть интересные обстоятельства этого праздника еще тем, что он говорит, как нужно его праздновать. В первый день да будет у вас собрание и в седьмой день собрания. Вы знаете, и написано, что 7 дней ешьте пресный хлеб. Врачи, конечно, говорят, что это полезно кушать мацу с бульоном. Это и вкусно. Из личного опыта могу сказать. Но в этом есть еще определенный символизм. 7 дней. Я почему-то склоняюсь это еще к тому, что само рождение мира оно осуществлялось в течение 6 дней. В седьмой день написано Всевышний я почил. Еще раз говорю, это мое личное предположение и не случайно создавая мир Всевышний творил определенное количество дней и написано в седьмой я почил. Здесь мы читаем, что да будет семь дней ешьте пресный хлеб с самого первого дня, уничтожьте квасное, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа того будет истреблена из среды Израиля. Первый день собрания и в последний день собрания. наблюдайте опреснок или обрезнаки, ибо все самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день этот как установление вечное. Третий раз Бог говорит постановление вечное. И дальше он описывает, что ешьте пресный хлеб до вечера 21 числа. Семь дней не должно храниться у вас ни закваски, ничего. Вы знаете, здесь есть еще очень важный параллель. Квасное и не квасное. Квасное нужно для того, чтобы забродил хлеб. Но живя в пустыне или в местах, где очень много солнца, я понимаю, почему допустим местные жители очень часто употребляют в пищу острый перец, едят очень перченые вещи и соленые. Почему? Потому что в отсутствие холодильников и прочих охладительных агрегатов продукт очень быстро может испортиться. В свое время, я когда приехал в страну, я работал в пекарне и мы пили пикли питы. И вот летом вместо воды мы использовали лед для замески теста. Почему? Потому что когда добавляешь туда дрожжи, они очень быстро вскисают при жаре. То есть хлеб становится тесто становится непригодным для изготовления пит. И здесь Всевышний говорит о том, что мы должны удалить все квасное из своих домов на это время. Понятно, что это может как можно наблюдать сейчас в ортодоксальных кругах это приводит к определенному маразму, когда со свечкой ползают по плинтусам и говорят, но сам принцип имеет совершенно другое значение. В первую очередь мы должны удалить из дома, то есть мы должны очистить свой дом как дом физически и мы как верующие понимаем, что мы должны очищать свой дом духовный. Потому что если твой дом будет нечист, даже если ты десять раз будешь наде не мываться, ты останешься нечистым. И когда Бог вывел народ Израиля из Египта, продемонстрируя всем остальным народам, живущим в то время, что он сделал с целым народом, потому что он этот народ избрал для себя. Демонстрируя на этом народе, он хотел показать всему миру, только я могу вывести из рабства, только я могу освободить. И он показал на примере целого народа. Еще раз говорю, трижды Бог говорит о том, что это постановление вечное. Есть такое написанное правило, что если в Писании что-то говорится дважды, то это очень важно. В одной главе Бог трижды говорит о том, что это постановление вечное. Насколько важен этот праздник, потому что праздник свободы это намного больше, чем мы можем себе представить. И вывести народ из рабства это продемонстрировать, что ты делаешь то, что ты хочешь. я говорю от имени только говорит этот Всевышний, что я делаю это, потому что я этого вожелал. Но есть очень важный момент, потому что если мы посмотрим на то, что случилось с первыми людьми на земле, когда еще не было евреев, неевреев, когда было всего несколько человек, был Адам и была Ева. И сказано, что они согрешили. Они согрешили и за это они были удалены. И этот грех, этот грех, когда они стали мертвыми людьми, этот грех, он вошел в каждого из нас. И выход из физического рабства, это первый шаг. Выход из физического рабства, это момент, когда мы осознаем, что мы теперь свободные. Как человек может быть свободен от финансовых долгов, от каких-то там проблем, но для того, чтобы наследовать небо, для того, чтобы наследовать жизнь вечную, нужна свобода, нужно рождение. И мы знаем о том, что народ Израиля получил обещанного Мессию. Народ Израиль не весь признал его Ишуа как Машиехом, но это позволило всем остальным живущим, ибо написано в послании к криминам, что ожесточение в Израиле произошло отчасти, пока не исполнится определенное количество, не войдет полнота к язычникам, и они не поймут о том, что мы все вместе. И знаете, когда Ишуа разговаривал с Никодимом и говорит, что нужно родиться от воды и духа, и вначале Никодим не понял этой мысли, но она была многое проста, что это не нужно было войти в утробу матери, как он сказал, что это должно произойти внутреннее рождение, потому что многие, выйдя из Египта и празднуя евреи, празднуя праздник Песах, они говорят, мы были рабами, Бог сделал нас свободными, но рабство греха, оно вышло вместе с израильтянами, и это мы видим на протяжении всего того периода, когда народ вышел в пустыню, когда народ находился в пустыне 40 лет, что происходило, и ропот, и смерти, и всякое непотребство, но это говорило нам только об одном, выйдя из физического рабства, человек вышел со своим набором грехов, которые остались вместе с ним, и понимание сущности греха, и понимание свободы, оно приходит только тогда, когда мы можем понимать о том, что каждому из нас еврею или не еврею нужно спасение, нужно выйти из рабства греха, и выход из рабства греха мы можем сделать только, когда признаем Ишуа или Иисуса как своим Господом и Спасителем, потому что написано, Он заплатил цену за каждого из нас, написано, что Он зашел на это древо и стал этим проклятием, Он стал тем Агнесом Беспятна и Порока, который умер за каждого из нас, и его кровь, его кровь, которая была окорплена каждым, кровь, которая пролилась из его тела, это та кровь, которая имеет силу по сегодняшний день, ибо эта кровь, она исцеляет, освобождает, но очень важный момент, очень важный момент, то, как Бог говорил своему народу в Египте, что когда вы выйдете, то есть Он включал элемент веры, что я обязательно сказал, я сделаю, здесь также включается элемент веры в то, что когда ты принимаешь искупительную жертву, когда ты понимаешь, насколько важен тебе Ешуа сегодня, насколько тебе важно жить в свободе или жить в рабстве, насколько тебе важно понимать, ах, зачем мне это надо, если ты не понимаешь о том, что вопрос вечности это вопрос сегодняшнего дня, если ты понимаешь, что вопрос свободы это вопрос сегодняшнего дня, потому что если ты сегодня живешь, это не факт, что ты живешь завтра, вопрос куда ты пойдешь, вопрос с кем ты будешь, и это вопрос свободы, вопрос выхода из рабства, И каждый из нас принимает решение, в чем я хочу находиться. Каждый из нас понимает, что если ты не имеешь этой свободы, если ты не участвуешь в жизни, которую обновил и сделал абсолютно новое ишуо, если ты не являешься частью тела, неважно, исполняешь ли ты все постановления, которые говорит Тора, неважно, сколько раз в день ты молишься, неважно, куда ты ходишь, если в тебе нет жизни внутри, если у тебя нет свободы внутри, если ты живешь в рабстве, то это будут только физические действия. У тебя нет уверенности в завтрашнем дне, у тебя нет уверенности в том, что жизнь твоя, она находится под покровом Всевышнего. И в этом-то и принцип Песоха, что рабы становятся свободные. Ишуа празднуя этот праздник вместе со своими учениками, он говорил им о том, как аллегории, когда в последний день он понимал, что он должен был взять, он говорит, он преломил мацу, он предложил им вино, и он сказал, «Ешьте, ибо это тело мое, ломимое за вас, пейте, ибо это кровь Нового Завета». Важно ли это для евреев? Конечно, важно. Важно ли это для язычников? Конечно, важно. Мы сегодня не разобщенные народы. Каждый человек, верующий в Ешуа Мессия, это люди, которые стали одно целое в его теле. И не случайно, не случайно, апостол Павел в послании к Ефесянам во второй главе написал, «Ибо Ешуа является мир наш, соделав из обоих одно и разрушив стоящую преграду посредине, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедям и учениям, дабы из двух создать в себе самому одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Почему я привожу именно это место, Писание? Это важно понимать как еврею, так и не евреям. Есть то, что Бог заповедал для нас, евреев, как постановление вечное. Праздники, праздник Песах, постановление вечное. Если ты не еврей, но ты верующий в Ешуа или в Иисуса Христа, ты можешь участвовать. Ты можешь участвовать для того, чтобы хотя бы понимать важность того, с чего все начиналось. Это как бы первый этап выхода из рабства. Это физическая демонстрация. Потому что когда человек становится возрожденным свыше, как бы физически ничего не меняется, вроде бы. Но демонстрация Песаха, она демонстрирует физический выход из рабства. Когда посрамлены твои... Те, кто тебя оскорблял, обижал, как это было на примере Египта. Египет после выхода евреев из Египта никогда не мог подняться на ту уровень экономической мощи и военной, которая была до того, как пока там находились евреи. Рухнуло все. Мало того, мы еще и обобрали. Потому что Бог сказал, вы возьмете и вам отдадут. Но очень важно понимать для всех нас, кто находится в теле, что Песах – это праздник свободы. Да, в первом послании Коринфянам, пятая глава, седьмой стих, что написано, что «Ешуа является наша Пасха, который был заклан за всех нас». Но я хочу просто еще напомнить одно место, что когда Хананейка начала просить, упрашивать Ишуа о том, чтобы он пришел и исцелил дочь, он сказал ей, что «я послан к Наипаче погибшим овцам дома Израилев». Подчеркиваю, погибшим. Потому что в первую очередь обетование и исполнение пророчества должны были исполниться для своего народа. В первую очередь Бог должен был исполнить все так, как оно должно было исполниться. Но это не означает, что Он отринул остальные. По своей великой любви и милости Он позволил остальным народам стать частью народа Божьего, стать одним телом, телом в Маши Яхи Ишуа, или в Иисусе Христе. И празднуя празднув Песах, мы можем говорить «Боже, спасибо тебе, Литадар Абаба, за то, что мы сегодня не только физически свободны, но мы имеем духовную свободу, мы имеем радость, мы имеем надежду, мы имеем уверенность, что бы ни происходило, как бы ни происходило в этом мире, есть тот, кто защищает меня, есть тот, кто оберегает меня, есть тот, кто делает мою жизнь осмысленной. Потому что жизнь человека осмысленной может быть, если в его жизни есть вера, если в его жизни есть уверенность в завтрашнем дне, есть уверенность в том, что его поддержат, его не оттолкнут, потому что нас не оттолкнут. Есть безусловная любовь Отца, который принял нас такими, какими мы есть, который продолжает любить нас, и любовь его безгранична и не имеет крайня. Поэтому для нас важно понимать, что празднуя праздник Песах, мы можем сегодня сидеть евреи и неевреи вместе, мы можем радоваться, мы можем радоваться, что когда-то один народ был выведен из Египта, один народ вышел из рабства, но сегодня из рабства греха посредством той же пролитой крови, которая провела пролито Ешуа, сегодня из рабства греха выходят десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы. И когда мы придем в свое время на небо, мы увидим и плоды молитв, и плоды трудов, мы увидим тех спасенных, которые однажды сказали Ешуа да, которые однажды сказали Иисусу да. И сказать да, не поздно никогда. Даже тот разбойник, который висел рядом с Ешуа на кресте, он сказал, Боже, помяни меня в царстве своем. И он сказал, ныне будешь со мной в раю. Удивительно, но всякий раз, когда мы вспоминаем праздник Песах и когда мы участвуем в этом празднике, мы должны помнить, что действительно выход из рабства, физического, это начало. Но, зная о том, что мы вышли из рабства греха, зная о том, что мы живем сегодня и стремимся, во всяком случае, жить не по духу, ой, не по плоти, но по духу, вот это должно поднимать в нас радость. Лично меня это радует. Потому что я знаю, что находясь здесь, город построен посреди пустыни. Есть вода, есть все. Но я прекрасно понимаю, что у меня есть тот, кто любит меня. Я сегодня говорю не только о своей жене и о своих детях, но в первую очередь я говорю о Всевышнем, который милует меня, который прощает, прощает, который омывает, который принимает. И вот это его принятие, оно дает мне уверенность и утвержденность в том, что что бы ни произошло, но я буду радоваться. Я буду радоваться, даже если меня будут носить, я все равно буду радоваться. Но, слава Богу, я сегодня хожу, слава Богу, у меня есть силы, у меня есть здоровье, слава Богу за то, что Всевышний все это мне дал, и я могу ему говорить спасибо. Вы знаете, чем больше мы будем говорить спасибо Всевышнему за то, что он сделал в нашей жизни, чем больше мы будем говорить и напоминать ему о том, что без него мы не можем ничего. И если он выявил из рабства физического, если он дал нам такую возможность принять искупительную жертву Ишуа, мы должны помнить, что свободой нужно дорожить. И в свободе нужно жить. И свобода это самое лучшее, что дарует нам Господь. Желаю вам хорошего Песоха, желаю вам прекрасных дней, и пусть Божьи чудеса будут в вашей жизни каждый день. Я могу не прощать, потому что во мне есть прощение от Бога, то есть я это... Потому что я верю, что то призвание, которое Бог даровал народу, Бог никогда не отменял. Об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам. Дары и призвания не подлежат пересмотру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok